В Украине второй год отмечают новый праздник – День морской пехоты. После выхода из Крыма на базе тех черных билетов, которые остались верными присяге, была сформирована первая бригада морской пехоты имени Константина Ольшанского. Сейчас морпехи несут службу в секторе М, обороняют Мариуполь. За время АТО элита вооруженных сил потеряла десятерых бойцов. Морпехи были среди оборонявших Донецкий аэропорт, были и в Лавайске. Всего на день для участия в ритуале памяти в Киев прибыли из боевого дежурства несколько морпехов – 501-го отдельного батальона. До оккупации Крыма они несли службу в Керчи. После аннексии Крыма 64 носителя черных билетов вышли на материк. Двое впоследствии уволились. Остальные сейчас воюют за Украину. День памяти погибшим отдает и ставший легендой в Крыму майор, экс-заместитель командира 501-го отдельного батальона морпехов Алексей Никифоров. В стране он стал известен после того, как в марте прошлого года, когда воинские части в Крыму окружили российские военные. В прямом эфире канала 1плюс1 обвинил бывшего тогда исполняющим обязанности министра обороны Игоря Тенюха в отсутствии внятных приказов. Тогда российские каналы получили от Никифорова урок того, как военные остаются патриотами Украины. Алексей Никифоров остается в рядах украинских морпехов. Учится в Национальной академии Минобороны. Оглядываясь на крымские события, ни о чем не жалеет. Считает, те, кто остались верными присяге, все сделали правильно. Однако уверен, случить противостояние сейчас все было бы совсем по-другому. Тогда, по его словам, не все бойцы видели в российских военных врагов. Теперь взамен оставшимся в Крыму морпехи доукомплектованы новыми бойцами – патриотами. Так вот, те морские пехотинцы, которые остались там, они получились, что они зрадили два раза. То есть, они зрадили військовые присяги украинскому народу и зрадили самой морской пехоте. Они давали клятву морскому пехотинцу. И именно тому в часе вчера и позавчера даже на передовой, там, в Мариуполе, там, в секторе у нас была клятва морского пехотинца, новых, мобилизованных, был, то есть, сам соблюден этот ритуал, посвящение морской пехоте. Я думаю, что мы возродим и создадим такую морскую пехотинцу, которая будет, такую морскую пехоту, которая бы гордилась не только от державы, но и во всем свете, чтобы смотрели на нас изгодность. Никифоров уверен, украинским морпехам еще предстоит возвращать Крым. Солидатны с ним и его коллеги. Но сейчас для них главное – отстоять Мариуполь. В день морской пехоты элита вооруженных сил получила особый подарок. Теперь у черных беретов есть своя песня. Ее презентация состоялась сегодня, в профессиональный праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok